Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о беспроводных наушниках ThroneSmart Spunky Buds. Поним? Вот так вот они выглядят. На магнитиках ничего не выпадает. Симпатично. Извлекаем наушники. Конечно, кейс большой, да. И размещаем. Наушники говорят на английском языке. Вот так вот они выглядят. Одно ухо. Второе. Да, они маленькие. Звукоизоляция сейчас у меня нормальная. Собственно, ThroneSmart Spunky Buds. Сегодня о них говорим. Полностью беспроводные наушники. Интересные, любопытные. Поехали. Приходят наушники в такой вот коробочке ThroneSmart Encore Spunky Buds Water Resistant. То есть, защита от воды IPX5, ТВС, voice control. Все есть. Все, что нужно. Но вот так вот симпатично. Сзади описано все, где что находится. Классно. И единственное место, где я нашел, кстати, диаметр драйвера динамического. Это 10 миллиметров. Вот здесь вот. Собственно, все на магнитике. Классно, здорово, красиво. Здесь мы можем увидеть то, что я снял с самих наушников. Умягчитель, смягчитель. И, конечно же, большая инструкция по эксплуатации. Что же мы в ней можем найти? Ну, собственно, обычный юзер-мануал. По идее, здесь даже есть русский язык. Может быть, нет. Но говорят, что есть. Собственно, в юзер-мануале можно найти технические характеристики. И, что самое важное, можно сказать. Bluetooth пятой версии. Импеданс наушников 51 Ом. Драйвер динамический 10 миллиметров. Чувствительность 96 дБ на милливатт. Диапсона частот 20 Гц, 20 кГц. Вес одного наушника 7 грамм. Емкость 50 миллиампер час. У каждого защита IPX5. Время работы это где-то 3-3,5 часа. И у чехла зарядки емкость 470 миллиампер час. И вес примерно 71 грамм. Но это самое важное, что можно найти. Вот видите, здесь есть русский язык. И, конечно же, есть набор различных плюшечек, фишечек, рюшечек. Гарантийный талон, естественно. И набор различных амбушюр. Ну, вот самые большие находятся у меня сейчас здесь. И здесь еще есть два набора. Давайте посмотрим, как они выглядят. Ну, вот такой вот грибочек. В принципе, хорошо, что есть большие амбушюры. И USB на microUSB кабель для зарядки кейса. Вот это вот что такое. На самом деле, вот эти штучки находились на самих наушниках. Но в моем случае, друзья, они у меня выталкивают наушник из ушей. То есть, они не помогают, а только мешают. Поэтому я их снял. Я по-всячески пытался их как-то приспособить, крутить в ушах. Я все пытался сделать. Друзья, мне данные штуки только мешают. Они выталкивают у меня наушник из уха, уменьшая тем самым звукоизоляцию. Это, на мой взгляд, очень плохо. Давайте рассмотрим непосредственно сам кейс. Что мы видим? Красиво сделано, все замечательно. Но он очень большой. Реально очень большой. Написано 5 вольта 500 мАч. Но это, на самом деле, зарядка. Какая? 5 вольт 500 мАч. Есть сбоку microUSB для зарядки. И здесь, сзади, кнопочка. Кнопочка поднимает у нас верхнюю часть. После чего мы ее так отводим вбок. Самое важное и самое главное, друзья. Ну, кроме того, что наушники находятся, держатся на магнитах. Это то, что здесь очень много места. И даже с большими амбушюрами, очень большими амбушюрами. Сравните с комплектными. Сейчас я покажу вам. То есть, прям сильно они отличаются. Даже с очень большими амбушюрами все здесь помещается. Это замечательно. Кейс, конечно, неудобно с собой таскать. Куда-то в карман. Сейчас кейсы стали намного меньше. Кстати, модель вышла достаточно давно. Где-то год назад она должна была попасть ко мне на обзор. Но попала только что. Единственное, что мне нравится, это нажимать на эту кнопочку. Она пыкает. Можно сделать даже вот так вот. Поставить амбушюрку. Появился. Собственно, так вот. Поразвлекаться. Сами наушники. Как видите, я снял заушины вот эти вот. Которые крючочки должны цепляться за ухо. Мне они только мешают. Первый раз, когда я увидел эти наушники, друзья, я подумал. Вау, сколько места. Здесь можно разместить огромный динамик. Но здесь находится схема. Только схема. 10-мм драйвер находится вот здесь. К сожалению, можно было разместить здесь огромнейший драйвер и получить вообще какой-то суперэффект. Но этого нет. Есть индикаторный светодиод. Вот он. Есть микрофончик на каждом ухе. Две клеммы для зарядки. Звуковод закрыт. Ну, железной сеточкой. И самое плохое, друзья, что мне меньше всего понравилось. Очень маленький сам вот этот звуковод. То есть, когда я одеваю амбушюрку, нет возможности ее затолкать куда-то подальше. И вот эти вот штуки тем самым мешают. Может кому-то наушники подойдут сразу из коробки. Мне так не получилось сделать. То есть, только благодаря изъятию вот этих штук у меня нормально они сели в ухо. В принципе. Зато здесь есть выступ для удержания амбушюрки. То есть, все в принципе с этим нормально. Я подобрал сторонние амбушюры. Огромные. Давайте посмотрим, насколько они отличаются от стандартных. Ну, собственно, вот с этими звукоизоляция у меня никакая. Кроме того, я использовал еще такие вот амбушюрки. Они чуть-чуть поменьше. Тоже звукоизоляция была очень плохой. Единственное, вот эти вот, это из набора Дуну. С ними звукоизоляция стала очень хорошей. То есть, вот один вариант. Сзади у нас сенсорная панель. Одно нажатие, получается пауза. Двойной щелчок. Следующая композиция. Второй наушник, предыдущая. Ну и, собственно, все. Конечно же, поскольку это сенсор, друзья, случайные нажатия бывают. Вы сняли их, вот так вот тронули, и все. Нажало, отжалось пауза. Все это происходит. При извлечении из уха, установке в уши, ничего не происходит, как таковое. Ну, собственно, вот так вот, да. По поводу времени работы. Ну, около двух с половиной часов. Заряжаются наушники где-то полтора часа. Кейс заряжается примерно два с половиной часа. Ну, и суммарно у нас получается из-за трех зарядов, то есть, три заряда можно сделать от кейса, где-то около 12 часов музыки. Что, в принципе, нормально. По поводу IPX защиты. IPX5 это от водяных потоков с любого направления. То есть, можно потеть, попасть под легкие дожди. Кроме того, можно уйти куда-то за две стены. Все будет работать отлично. Выходил на улицу. Великолепно все. Никаких проблем с этим нет. Задержка при просмотре видео, естественно, есть. Незначительная, но имеется. На каждом ухе по микрофону. Собеседник слышит нормально. Конечно, звезд с неба микрофон не хватает, но нормально. То есть, я и аудиосообщения какие-то отправлял. Все было с этим замечательно. Ну, и что же касается звука. Со звуком в спанке, бац, все не так просто. Изначально мне реально мешал, очень мешал этот язычок, который сводил звукоизоляцию просто в ноль. Потом был долгий поиск подходящих амбушюр. Но, благо, кейс позволяет использовать любые. Я нашел те, с которыми получил нормальную звукоизоляцию. Однако, после этого звук сильно изменился. Теперь бас стал занимать лидирующую роль и выделяться сквозь трек. Вводя в экста своим мягким, но такими обильными вибрациями. Нет, бас здесь не налазит на средние частоты. Более того, он даже имеет некоторую текстурность. Однако, в любом раскладе доминирует над вниманием слушателя. То есть, ушки имеют такую хорошую басхедную направленность. Средние частоты сильно страдают от используемой SBC кодека. К сожалению, здесь только он. Хотя я во многих местах видел упоминания о оси. Кто-то даже APTX писал. Нет, только SBC. Ну, детализации и прозрачности здесь, друзья, не очень много. Но для спорта и непривередливого меломана их, на мой взгляд, вполне достаточно. Вокал, как и акустические инструменты, звучат естественно и живо. Немного скрадывая эмоции за счет среза на ВЧ. Сцена строится корректно. По жанрам, на мой вкус, лучше выбирать то, что требует, приветствует этот большой классный бас. В общем, наушники не всем подойдут из коробки. Но пошаманить и подстроить их под себя вполне реальная задача. На свежем воздухе ушки ведут себя отлично. Проблем со связью ни разу не испытывал. Что же касается звука, то тут есть два пути. При хорошей звукоизоляции мы получаем такое добротное басхедное решение. А при плохой такой жиденький и безосновательный звук. Так что лично я выбираю первое. Если вы любите вот этот вот жирный, богатый бас, то с большой вероятностью Spunky Buds вам понравится. Собственно, Tronsmart Encore Spunky Buds. Довольно интересные ушки, любопытные, классные. А вы подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok